позволяет заводу развиваться на полную мощность. Эту проблему руководство предприятия озвучило и накануне во время визита председателя правительства. На следующий год нужно будет очень сильно нам задуматься о стоимости денег, с которыми мы работаем. 14% банковского кредита плюс налог 4,8, считайте это 20% нашей рентабельности. Понятно, сумма кредита и плюс процент по выдаче кредитной линии, в принципе, накладывает свой отпечаток в формировании себестоимости. Конечно. Об этом говорили и на встрече с руководством Минэкономразвития. Производственные мощности завода на сегодняшний момент задействованы на 60-65%. Это из-за отсутствия оборотных средств. Просили мы в начале года под наш бизнес-план 4 миллиона, дали 2,5. В начале был раздел около 10%, первые 2 транша дали по 12%, потом пошло 14%. Найдем варианты, либо это будет через коммерческие банки, может быть мы посмотрим по условиям кредитования, финансовой помощи Российской Федерации, как вы подпадаете под те условия, которые приняты нормативно, и будем работать, будем изыскивать возможность для того, чтобы развивать предприятие. Когда и на сколько будут увеличены тарифы по оплате за коммунальные услуги? Еще один вопрос, который волнует каменчан. Принято решение на первый квартал 2014 год увеличения тарифов не осуществлять. Увеличение будет предусмотрено в пределах инфляционных прогнозных ожиданий, около 7% с 1 апреля. То есть, в принципе, коснется по платежам уже в мае месяце, когда и объемы потребления услуг снижаются. Каменский район аграрный, поэтому льготное кредитование крестьянско-фермерских хозяйств под 1% годовых особо актуальная тема. Эти средства принято решение направить на предоставление кредитов именно специалистам в образовании, здравоохранении, молодым специалистам. То есть, там на сегодняшний день большие потребности мы должны обеспечить именно молодых специалистов финансовыми ресурсами. Это уже вторая встреча каменчан с представителями ведомства, поэтому и вопросов было гораздо меньше. Все предложения были услышаны, записаны и взяты на контроль.